В любом овощном ряду, на любом прилавке, даже самым изобильным и не без экзотики, мимо картошки не пройдешь. И просто так, как гарнир аппетитно и во многих блюдах хороша. Вот только привычно произнося это, многие блюда, так же привычно ловишь себя на мысли. Не такие уж они и многие. Жарим, варим, в суп кладем. Вот, пожалуй, и все. Здравствуйте, дорогие друзья. Хорошо бы вспомнить картофельную кулинарию или освежить. Сегодня готовим драники. Как сообщают словари, драники картофельной оладьи – блюдо белорусской кухни, также популярное в украинской, русской, восточноевропейской и еврейской кухнях. Само слово произошло от старорусского «драть», то есть «тереть». Ведь сырой картофель для драников традиционно еще до появления терки натирали на специальной застренной доске. Все так, однако, если коснуться исторических корней, окажется, что блюдо это немецкое. Первое упоминание о подобном кушании датируется 1830 годом. Знаменитый польский кулинар Ян Шитлер публикует рецепт в своей книге, ссылаясь на то, что подсмотрел его у немцев. И вправду есть такое блюдо в немецкой кухне. Называется картофель-пуфер, буквально картофельный оладий. Но в отличие от драников добавляется мускатный орех, а подаются они с яблочным муссом. Не отстают и чехи. Их барамбораки могут жариться без масла и называться сейкоры. Барамбораки из крупнотертого картофеля – струганцы. Еврейские драники – это латкис. В них добавляют большее количество яиц. Польские – пляцки. Они бывают и из вареной картошки. В украинской кухне драники называют дерунами, кремзликами, тертюхами, картопляниками. У нас в разных регионах – терунами, терунцами, дериками и даже кокорками. Но драники, согласитесь, звучат как-то привычнее. И пусть оригинальные белорусские рецепты – это только картошка, соль и сало для жарки. Тем и интересные простые рецепты, что их основу есть куда распространить. И вот что получилось в нашем случае. Драники с фасолью. Натереть картофель на крупной терке, чередуя с луком, чтобы картофель не потемнел. Отжать сок, соединить с яйцом, сметаной, стручковой фасолью нарезанной и мукой, соль, перец по вкусу. Выкладывать на разогретую с маслом сковородку порционно, как оладушки, пожарить. А подавать со сметаной или чесночным соусом, а если уж совсем оригинально, тогда с маченкой. Надеюсь, правильно поставила ударение. В Беларуси ее традиционно готовят из самых разных мясных отрезков колбасы, ветчины, соленых, копченых. Их жарят, загущают молоком с мукой и томят в духовке или в печке. Очень калорийно, но очень вкусно. Что ж, действительно вкусных впечатлений всем нам побольше. И удачного дня. С вами была Жанна Соловьева. Пока.